Травматическое поражение седалищного бедренного нерва в клинике лечения. Травматическое поражение седалищного бедренного нерва. Поражение седалищного нерва, то есть нервопатия седалищного нерва, это невоспалительное поражение седалищного нерва, возникающее в результате компрессии нерва на различных уровнях, проявляющийся болевым синдромом, парастезиями по задней поверхности голени и слабостью в ноге. Поражение бедренного нерва, то есть невропатия бедренного нерва, Это повреждение бедренного нерва в области выхода его из забрюшенного пространства на бедро за паховой связкой, проявляющейся слабостью передних мышц бедра, онемением или болью по передней внутренней поверхности бедра. Клиника поражения седалищного нерва. Заболевание проявляется с жгучей болью или простезиями по задней поверхности голени и стопы. Слабостью в ноге в течение нескольких месяцев лет постепенно появляется онемение на задней поверхности голени и стопы. Нарастает слабость в пальцах стопы. Теобъективным осмотром пациента выявляются парастезии по задней поверхности голени в стопе, болезненность при пальпации по ходу нерва в точках валя, болезненность при пальпации в области подгрушевидного отверстия с радиацией боли по ходу седалищного нерва, симптомы лагиса, гипостезия в нижней части голени и по наружному краю стопы встречается в 35% случаев. Слабость мышц голени и стопы в 40-50% случаев, снижение или выпадение ахиллого рефлекса в 75%. Трофические изменения голени и стопы в 30%. При приведении внутренней ротации, согнутой коленом и тазобедренным в суставах ноги, возникает боль в ягодичной области. Клиника поражения бедренного нерва. Заболевание развивается постепенно. Первой жалобой больных становится слабость в ноге, не слушается, как будто подгибается в 100% случаев. Нарушение ходьбы в 60% случаев. Также беспокоит боль в ноге, усиливающая при разгибании. Реже отмечает снижение чувствительности по передней внутренней поверхности бедра. При объективном засмотре пациента выявляют болезненность ниже паховой складки по передней внутренней поверхности бедра. Гипиологезия в области иннервации бедренного нерва. Снижение коленного рефлекса. Слабость передней группы. Мышц бедра. Мышечную атрофию. Лечение. Лечение поражения бедренного нерва включает в себя симптоматическую терапию, противоотечные средства анальгетики, ЛФК, новокаиновые гидрокортизоновые блокады, а также хирургическое вмешательство в области паховой связки. Лечение поражения седалищного нерва. Лечение назначается только после подтверждения диагноза врачом-специалистом. Применяются антиоксиданты, вазоактивные препараты, метаболиты, нестероидные противовоспалительные препараты, витамины, миорелаксанты, показаны физиолечения, массаж, постизометрическое расслабление, новокаиновые и гидрокортизоновые блокады. Спасибо за внимание.